Раньше все переживали из-за того, что негде им познакомиться. Значит, сейчас, ну, возможностей для знакомства очень много. Ну, все какие-то приложения, там, социальные сети и прочее. Вот. Ну, и это становится проблемой. Когда вы идёте, как бы, на свидание, да, а вы просто с кем-то смычились в каком-то приложении, значит, вы туда думаете, что это вопрос, ну, как бы, сразу вся ваша жизнь, так сказать, все ваши неудачные или удачные какие-то прежние отношения, все ваши будущие, так сказать, взаимодействия, свадьба, брак, Мендельсон, понимаете, там, дзинь-дзинь-дзинь на своей этой скрипочке, наяривая дети, понимаете, пенсия совместная. Ну, слушайте, вот, чего вы это в троллейбус-то не внесли вот всю свою жизнь-то? Вошли просто в троллейбус и сели попой, и больше ничего вы туда не вносили. А на свидание вы сразу тащите весь этот вагон всех представлений, о своих несчастьях, горестях и будущих радостях. Как только вы начнете относиться к другому человеку не как к предмету, да, который должен стать там вашей второй половиной, или там, как бы, что вы чему-то обязаны там и так далее, вы почувствуете внутреннюю легкость, увидите человека. Кого вы видите человека, может оказаться, что он вообще там хороший друг, там, потенциально просто интересный человек, да, с которым прикольно пообщаться. И когда вы не нагружаете ничего не значащую встречу избыточными какими-то ожиданиями, переживаниями там и так далее, вы чувствуете себя естественно, ведете себя естественно, общаетесь естественно. И у этих отношений действительно возникает шанс на то, что они во что-то разовьются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...